Открытое акционерное общество «Химпром» – городообразующее предприятие города. Именно сюда рабочая группа приехала в рамках информационного дня. Выступая перед трудовыми коллективами, Алла Самойлова отметила, что диспансеризация должна охватывать четверть всего населения ежегодно, и, соответственно, за 4 года 100% населения должно пройти эту процедуру. Если за медосмотр платит работодатель, то диспансеризация бесплатна. Мне хотелось бы, чтобы эта диспансеризация была для галочки. Какие основные заболевания выявляются благодаря этой диспансеризации? Понятно, что проводится сначала анкетирование, выявляются некоторые факторы риска. В первую очередь это что? Это всем нам любимая гипертоническая болезнь, риск развития инфарктов неогарда, риск развития инсультов. Увы, это на сегодняшний день стоит на первом месте. Но нас очень сильно озадачил тот факт, что значительно увеличилось количество лиц, у которых выявлено повышенное содержание сахара. То есть это либо преддиабет, либо уже диабет. То есть что такое диабет, сахарный диабет? Я думаю, что, ну, я не буду проводить тут лекцию по медицинским аспектам, я думаю, что это, в общем-то, очень серьезно. Это, опять-таки, связано, ну, наверное, в первую очередь с нарушениями процессов обмена веществ, с нарушением правильного питания. То есть это проблемы есть. Еще что самое важное, это, конечно же, выявление на ранней стадии онкологических заболеваний. Это то, чего боится наше население. Что касается образования, то в своем докладе глава города Олег Матвеев отметил, что в ночь в Оксарске ликвидирована очередь детских садов с двух лет. С этого же года будет дополнительно открыто более тысячи мест благодаря оптимизации площадей. В этом полугодии начинается строительство нового детского сада на 180 мест по адресу улица Воинов-Интернационалистов, 51. Особый акцент был сделан на законе об образовании, который гласит, что с 1 сентября этого года предусматривается введение школьной формы. Также все школы Чуваши будут обеспечиваться бесплатными учебниками. Официальными лицами было отмечено, что на подготовку школ к новому учебному году было направлено около 39 миллионов рублей. В рамках государственной программы «Доступная среда» двум школам 11 и 20 приобретается специализированное, в том числе учебное, компьютерное оборудование. Проводятся ремонтные работы, установка пандусов, расширение дверных проемов парадных входов, раздевалок, столовых и кабинетов, расположенных на первом этаже. Касаемо подготовки к отопительному сезону, было сказано, что она идет в плановом режиме. Проводятся работы по замене ремонту ветхих, тепловых и водопроводных сетей. Начался текущий ремонт кровли многоквартирных домов. В завершении встречи члены информационной группы ответили на поступившие вопросы, которые касались образования, полигона по переработке твердых бытовых отходов и заработной платы. Конкурс был поведен.